Ну и еще о преобразовании окружающего пространства. Стрит-арт на заказ. В Москве стартует необычный проект «Граффити-помощь». Нашли унылую поверхность, стену или забор? Считайте, что на ней может разместиться шедевр уличного искусства? Добро пожаловать на специальный сайт. Стоит оставить заявку, уточнить детали, и вот уже со стены смотрит Герман Гессе. Или на трансформаторной будке появился тропический пейзаж. Акция продлится до конца лета в рамках фестиваля «Лучший город Земли». Ну а первые граффити уже закончены. «Спешите видеть!» За работой кудесников кисти и баллончика наблюдала Юлия Степина. Если вместо холста использовать стены многоэтажек, улица становится выставочной галереей. Несколько дней творческого полета, килограмма акриловой краски, и дом уже теряет свои границы. Мы нарисовали псевдо-проем, арку, в которой идет жизнь. И машины, люди, проходящие мимо, думают, что это объемная стена, туда можно пройти, становится интересно. Создавать такие настенные иллюзии работа не из легких, с некой долей экстрима. Почти 15 метров над землей. Но, пожалуй, самый главный вопрос у непосвященных, как художникам удается сохранить пропорции на гигантском полотне. У нас уже как бы глаз набит на это все. Мы чувствуем пропорции и так далее. Бывают очень сложные композиции, в которых мы в помощь берем проектор и с помощью него переносим изображение. Ну, как бы намечая контура, после этого их прорабатывая. Впрочем, все опытные художники рисуют на глаз, каждый в своей манере и технике. Одни используют кисти, другие – аэрозольные баллончики. В этом московском дворе неприметная коморка дворника и глухая стена постепенно погружаются в бамбуковые заросли. Дальше я буду продолжать стволы бамбука до крыши, потом и красная луна, закат будет. Это как китайская тематика, в общем. Эта настенная живопись появляется в столице вполне легально. В Москве стартовал фестиваль «Лучший город Земли». Здесь больше дается художникам самовыразиться, лизать свои объекты. Потому что граффити, как долгое время было нелегальное искусство, все рисовали по ночам. Бороться с пиратскими граффити для города дорого и бесполезно. И столичные власти решили задать новый вектор стрит-арту. В руки уличным художникам отдадут более 150 объектов, в основном промышленных. Их распишут иллюстрациями к сказкам. Вот сейчас некий такой финальный этап. Да, как бы будет на сайте ЛГЗ «Дефис Моско» вывешено, опять же, к обсуждению, именно карта распределения по округам этих сказок. Но пока речь идет только о пяти небольших объектах в каждом округе. Возможно, приоткроют и завесу тайны с дома на Савинской набережной. Уже несколько лет за пыльной сеткой скрывается творение португальского художника Александра Фарту. Известный художник, который работает в интересной технике, который выдалбливает свои рисунки на зданиях, сделал портрет Гёса на набережной. Но по каким-то причинам его завесили. Возможно, подумал, что это здание просто разваливается. Эти свеже нарисованные уличные полотна таких сомнений не вызывают. Самые маленькие москвичи успели их оценить. Катина красивая. Желающие расписать свои жилища могут оставить заявку на сайте. Надо заполнить анкету, указать точный адрес и желательно прикрепить фотографию дома. Эскиз и стиль рисунка обсудят со всеми его обитателями. Очень важно мнение жителей этих домов. Прекрасные проекты. Я надеюсь, что мы тоже так сделаем, как в Германии, когда на фасаде жилого дома художникам нарисована огромная книжная полка. Но фишка в том, что корешки книг – это любимые книги жителей этого дома. Времени на раздумья немного. За лето москвичи должны доказать свою креативность, чтобы их фантазии успели воплотиться уже ко дню города. Юлия Степина, Марина Глебова, Михаил Чураков, ТВ-центр.